Убегает от Кузьминой. Может быть здесь на выкате, на полыжнике что-нибудь получится у Словачки. Но нет, нет. Просвет сохраняется, не удается ничего отыграть. На выкате бывшей россиянки. Бескул с трудом удерживает пока третью позицию в споре с Дарьей Домрачевой. Далее три украинки. Петгрушная и сестры Семиренко. Панфилова покинула предпоследнюю позицию. На двадцать восьмом месте сейчас идет, но семь штрафных кругов. Последний рубеж прошла без штрафа. Наталья Бурдыга по-прежнему замыкает тридцатку. Надежда Скордина на шестнадцатом месте идет. Валя Семиренко в десятке сильнейших вместе с Витой, но пропустила вперед Карин Оберхофер. Меньше километра остается до финиша. Кузьмина все-таки закрыла просвет. И в этот подъем мы видим, что она уже способна бороться с Турой. И не отпускает далеко норвежку. Не-а. Погорячился. Опять в подъем ушла Тура. Опять сбежала от Насти. Наверное, Кузьмина бежит и думает, ну сколько же можно? Когда же у тебя закончится третье, четвертое, пятое дыхание? Уже же невозможно так резко спортовать. Ну а Домрачева сделала то, что и должна была. Все-таки съела она на избеском. Француженка не сдается. Пытается зацепиться за белорусской. Но слишком неравны силы. Ликует местная торсида. Бергер оформляет очередную победу. Это уже очевидно для всех. Восьмой подиум подряд. Одиннадцатая победа в сезоне. И до рекорда Магдалены Форсберг остается всего лишь три виктории. Поздравляем, конечно же, и Настю Кузьмину. Третья призовая позиция подряд. Бронзовая она была в спринте. Бронзовая в гонке преследования. И сейчас будет серебро. Ну и Даша Домрачева возвращается на пьедестал почета. В четырех последних гонках у Домрачевой будет третий подиум. Помним мы ее успех в Мастарте в новое место, где она стала чемпионкой мира. В спринте здесь была второй. Ну и снова в Мастарте. Теперь уже третье место в Пассиуте. Из-за девяти штрафных кругов не сумела подняться выше пятой позиции. Напомню. Белорусская. Итак, Бергер, Кузьмина, Домрачева. Вот такова тройка. Смотрим на статистику и замечаем, что Тура Бергер проиграла 20 секунд на лыжне Домрачевой. Кузьмина, в свою очередь, уступила две секунды. Тури Бергер, Пит Грушная замыкает пятерку сильнейших. За ней приходит Вита Семиренко. Ну и здесь битва за попадание в цветочную церемонию. Кайса Маккарайнин зарубилась очень так по-жесткому, по-настоящему. Скорей Ноберкоффер и Итальянка. Итальянка заскакивает раньше на седьмую позицию. Далее Грегорин, Гвиздонь. Валя Семиренко из десятки, увы, выпадает. Андреа Хенкель. Неплохо, в общем-то, сегодня по большому счету стрелявшая. Всего лишь три штрафных круга. Оказывается, на итоговой двенадцатой позиции Мари Доран Абер. Вчерашний призер. След за ней. Я думаю, что вам, безусловно, понравилось очередное биатлонное блюдо. Холмин Колин. Это такая вишенка на торте. Конечно, мы за скобки выносим здесь новое место на Морове. Чемпионат мира. Есть чемпионат мира. Но Холмин Колинский этап недаром считается королевским. В прямом смысле этого слова. Сегодня еще мужская гонка с общего старта. И она для российских болельщиков будет более привлекательной. В том плане, что в ней все-таки выступят три наших спортсмена. Гёснер заходит только лишь девятнадцатой. Две пятьдесят пять. Проигрыш. Пять штрафных кругов. Так. Что там с лыжным ходом показала Гёснер? Ну, хорошего ничего. Она проиграла более полутора минут Дарьи Домрычевой. Второй, кстати, по скорости сегодня стала Магдалена Гвиздунь. Уступившая Даше всего лишь пять секунд. Ну и ждем еще Панфилову с Бурдыгой. Микела Понца. Вслед за ней очень талантливая Франциско Хильдебрандт. Не менее многообещающая немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер. И должны сейчас вкатиться на стадион Панфилова Бурдыга и Сулимдаль. Все вместе. Приветствует Маша публику. Первый масс-старт в карьере на Кубке мира. В общем-то, по большому счету, первый блинкомом. Но все еще только начинается. По-настоящему для бывшей россиянки Бурдыга. За ней становится 29-й. Ну и слушайте, как сейчас будут приветствовать сегодня веселим Дальмайер. Да, вот так вот. А она последняя в сегодняшнем масс-старте. Что касается немецкой сборной. Видим, как не очень удачно складываются дела у этой сборной. Мюси Ганг говорит, что нет, естественно, талантов, подобных Нойнер. В настоящий момент мы не ищем усиление в лыжных гонках сейчас. Мы не ищем супербыстрых каких-то гонщиц. Мы ищем именно суперталанты, которые будут и точны на рубеже изначально, и быстры на лыжне. Этих талантов днем с огнем не сыскать. И рассматривать их нужно уже в детском возрасте, там, в 10-12 лет. Вести их очень внимательно. Напоминает, наверное, эта история. То, что сейчас складывается и в России. Не правда ли? Да, наш тренер Вольгун Пихлер говорит, что нет суперталантов в этом составе. Но все-таки по регионам, если смотреть, если действительно обращать внимание на спортсменов еще в раннем возрасте и с умом их вести наверх, то в итоге будут вырастать новые Медведцевы, Зайцевы, Ахатовы, Юрьевы и так далее. Поздравляем призеров сегодняшней гонки. Дарья Домрачева, Анастасия Кузьмина и Тура Бергер. Тура взяла еще один глобус. Малый в зачете гонок с общего старта. И буквально без пяти минут уже победительница генеральной классификации. В следующей уже гонке абсолютно точно она себе его досрочно гарантирует. Следующая гонка личная пройдет в Сочи. Это будет индивидуалка 15-километровая 7 марта. Ну что ж, друзья, все мы получили настоящее удовольствие от этого зрелища ненадолго. Прощаемся с стреляющими лыжниками. Мужчины выйдут на старт здесь. В 18.00 по московскому времени прямая трансляция на телеканале Евроспорт. Ну а сейчас переносимся в Вальдефьеме, где через несколько минут буквально начнется мужской марафон. Вместе с вами биатлон смотрел Дмитрий Терехов. Пока.